Доброго времени суток, мои дорогие и уважаемые подписчики, гости канала, уважаемые коллекционеры, любители истории старины, случайные зрители моего склонного канала старины, антиквариата, на связи канал Что Старые Шкатулки, меня зовут Руслан, всех вас приветствую, всем мира, добра, всем хорошего настроения, всем крепкого здоровья. И сегодня у нас новое видео, новый обзор, вы знаете, что каждый день я стараюсь для вас снимать что-то интересное, это наши походы на металлоприемки и, конечно же, наша работа с населением, то, что мы выкупили у населения. Сегодня мы, конечно же, снова работали с населением, пришли мы в 8 утра и до 2 часов дня мы простояли, выкупили вот такие вот скромные вещи, друзья мои, которые тоже заслуживают вашего внимания, вашего драгоценного лайка. Походка у нас немножко нелетная, прошу прощения, что снимаю в домашних условиях, потому что очень холодно, сыро, неуютно на улице. Давайте знакомиться с нашими антикварными, старинными предметами, то, что мне сегодня удалось выкупить, друзья, давайте. Начнем, конечно же, с самой моей любимой темы, это советские часы, вот они, советские часы, в такой вот коробочке, видите, люди принесли, и я их с удовольствием выкупил, друзья мои. И вот часики ракета, смотрите, они до сих пор идут, ход есть, все вот так вот сверкает на солнышке, позолотка сохранилась, это АУ-10, мужские часы, это Петродворцовый часовой завод, старейший завод в России, который входил в 13 заводов, крупнейших заводов Советского Союза, друзья мои, и в 71 году он был награжден Орденом Трудового Красного Знамени. 30 стран экспортирулись эти часы, друзья мои, смотрите, дошли до нашего времени, и до сих пор отличный ход. Здесь у нас вот такая вот дарственная надпись, дорогому папочке в день Советской Армии, от Тамары, 23, 2, 1976 год, далекий 76 год, друзья. Вот смотрите, и до сих пор ход есть, вот оно, настоящее советское качество, которое делалось для народа, все для населения Советского Союза. Вот такие вот замечательные советские часы, АУ-10, и смотрите, как сохранилось позолото, видите, все сохранилось в отличном, хорошем, добром состоянии, все для коллекции, друзья. Следующие у нас часики, вот такие вот часы, друзья, это Слава, это Пензенский часовой завод, такие вот часики, позолотка тоже в отличном, добром состоянии, к сожалению, они не идут, их нужно ремонтировать, нужно нести часовому мастеру под их предмету вторую жизнь, друзья. Вот такие вот женские часики, тоже экспортный вариант, АУ. Следующие у нас уже мужские часы, тоже они позолоченные, это АУ-10, состояние отличное, позолото сохранилось, друзья, но, к сожалению, они не идут, тоже нужно их отремонтировать. Красивый такой вот дизайн, позолотка, яркая позолота, АУ-10, мужские часы, вот такие вот часики. Вот наши советские часы, вот такой вот коробочке, люди принесли, и я их, конечно же, сегодня выкупил, друзья. Так, монеты, монеты принесла бабушка монеты, друзья, но я расскажу о том потом, смотрите, так, было вот таких вот 20 копеек, 1912 год, друзья, остается год до 300-летия празднования Дома Романовых, мирный год, 1912 год, 20 копеек, это серебро, смотрите, ну, состояние, видите сами, в таком вот оно состоянии. Ну, мелкие детали мы читаем, видно гербы, все видно, корона, Георгий Победоносец, вот таких вот 20 копеечек, 1912 года. Следующие у нас 3 копейки с 1946 года, забегу наперед, и хочу показать, что вот такая вот куча монет, видите, у меня вот куча монет советской мелочи, попались вот такие вот старые советские до реформы деньги, 3 копейки, принес человек, говорила, что теща собирала, и когда-то, вы помните, в советское время были такие вот автоматы с водой, вот она собирала по 3 копейки, и очень много она собирала, осталось до наших времени, он принес, говорит, что она собирала и пила вот воду с этого автомата, газированная вода, сладкая вода, 3 копейки стоила сладкая вода, 1 копейка минеральная вода, вот такие вот 3 копейки 1946 года, немножко затёртые у нас, следующее у нас, видите, так, это какой у нас, это у нас 49-й год, друзья, но более получше в состоянии, потом у нас 57-й год, герб Советского Союза, СССР, 57-й снова повторяется у нас, ну и сильно затёртые, это 54-й год, я ещё не пересматривал, не знаю, редкие года или нередкие года, друзья мои, напишите своих светлых, добрых комментариев по поводу советской мелочи, ну и советской мелочи после 61-го года, так, только я сегодня пришёл на работу, друзья, работать с населением, приходит ко мне мой уважаемый приёмщик металл и макулатуры, говорит, Руслан, вчера принесли вечером вот такие вот замечательные вещи, я уже не хотел тебе звонить, потому что все устали, нужно отдыхать, и вот принёс человек, смотрите, вот такую вот статуэтку, она латунная, вот такой вот спортсмен, видите, ну есть дефекты, видите, кто-то ему половину головы отрезал, черепной коробочки, здесь он что-то держал в руках, она обломана, и здесь у нас, видите, где-то была какая-то подставка, латунная подставка, или может не латунная, может на камне каком-то, и она просто-напросто обломана, вот такой вот спортсмен, мужчина, куда-то вот он руку протянул, каким-то ракетам, может быть, в космос, 200 грамм имеет вес, это статуэтка, это латунь, чистая латунь, видно, что это советская вещь, напишите тоже в комментариях, потому что это вещь на определение, всем моим уважаемым коллегам, друзьям, коллекционерам, которые собирают такие вещи, я думаю, что они подскажут, напишут в своих светлых, добрых комментариях, друзья мои, так, ну, муштук такой вот, видите, тоже попался, 200 грамм он имеет тоже, латунный, тоже такие вещи покупают и коллекционируют, вот такой вот муштук, латунь, тяжелый, хромированная деталь, видите, какие-то есть клеммы, бывают клеммы, но клеммы никаких я не обнаружил, друзья, вот такая вот интересная вещь, духовому инструменту, так, ну, немножко у нас бижутерии, друзья, не знаю, еще не определял, смотрите, здесь и кольца, здесь у нас какие-то серьги Советского Союза, видите, все нужно это определять, тоже люди принесли, я выкупил, такая какая-то цепочка, вот тоже уже почти подарили мне ее, вот такие вот замечательные бусы, смотрите, видно, застежечка старая, где-то 50-х, 60-х годов, и, ну, это понятно, что это стекло, но люди отдали по дешевке, я решил их выкупить, очень красивые, целые, это для наших уважаемых женщин, вот такие вот замечательные советские бусы, вспоминайте, может быть, у ваших бабушек, у мам было, может быть, и даже у вас осталось еще, где-то в каких-то шкатулочках, вот такие вот замечательные бусы, выставим на аукцион Виолити, попробуем их продать, друзья, ну, это уже современная такая вот бижутерия, видите, есть у нас немножко серебра, 8 грамм, видите, здесь, это 900, так, 925-я, по-моему, проба, вот здесь есть написано, видите, проба, 925-я, 8 грамм серебра, друзья, вот такие вот серьги, я сегодня тоже выкупил, все это попалось в куче вот этих вот, видите, бижутерия, кольца здесь у нас, и так далее, это все принесла одна женщина, отдала по дешевке, конечно же, я все выкупил, так, ну, это уже современные, смотрите, такие вот яблочки, серьги, вот видите, здесь у нас подковки, совы, видно, какой-то наборщик был, ну, и, конечно же, принесла она вот такой вот советский, ну, не советский уже, наверное, 97-й год, я смотрел кодак, ну, из 90-х, фотоаппарат из 90-х, кодак камера 35К20, друзья мои, в коробочке, вот такой вот родной коробочке, все это было, самое главное, что коробочка сохранилась, и вот такой вот фотоаппарат, не знаю, рабочий он, не рабочий, не проверял я, не знаю, друзья мои, и, ну, состояние более-менее нормальное, никаких там трещин, дефектов, там, грязи, краски и так далее, я не обнаружил, вот такой вот замечательный фотоаппарат из 90-х, вспоминаете? Лихие 90-е, вот такие вот интересные вещи, вот такой вот фотоаппарат кодак в родной такой вот картонной коробочке, друзья, ну, и, конечно же, выкупил я вот такую вот советскую мелочь, здесь 800 грамм, друзья, сейчас массово начинают покупать советскую мелочь, берут ее, конечно, килограммами, ну, я выкупил тоже советскую мелочь, тут 800 грамм, ну, не хватает до килограмма, примерно где-то килограмм этой мелочи, ну, 80-90 гривен сейчас в Украине, так что пересмотрите, может быть, что-то у вас осталось, можно выгодно ее продать, друзья мои, ну, и бижутерия, бижутерию я выкупил у женщины, под дешевки, совсем она хотела это все выбрасывать, фотоаппарат кодак, вся эта бижутерия серебро за 20 гривен, совсем смешные деньги, ну, повезло, так повезло, друзья мои, вот такие вот у нас сегодня с вами скромные покупки у населения, наша работа с населением, не судите строго, подписывайтесь на канал, ставьте свои лайки, комментируйте данное видео, друзья мои, всем хорошего дня, мира вам и добра, завтра снова пойдем, будем работать, друзья, всем хорошего дня, позитивного, всех обнимаю, крепко жму руку, удачи, до новых встреч, не болейте, берегите себя, всем пока, до новых встреч, пока. Субтитры сделал DimaTorzok